Ну что, у нас сегодня будет неожиданно интересный гость. Надеюсь, у него со связью получится решить вопросы. Буквально час назад мы общались с ребятами, которые только вернулись буквально с Эльбруса. Открыли сезон. Артем, привет-привет. Соответственно, ребята открыли сезон, покатали, и не просто покатали, а сделали уже вечеринку на высоте 3500, поэтому я надеюсь, они сейчас подключатся, расскажут подробнее, как у них это получилось, какая атмосфера, какая вообще обстановка сейчас и эпидемиологическая, и санитарная, и так далее, непосредственно в Эльбрусе, что там с погодой, со снегом. У нас, соответственно, сегодня будет несколько гостей в эфире. Сейчас я вам коротко еще раз расскажу, кто мы, зачем мы, расскажу про программу, которую мы для вас подготовили, ну и, соответственно, дальше пригласим гостей и обсудим вопросы, которые вас интересуют. Также те вопросы, которые у вас есть, пишите в комментарии. Комментарии не закрываю, буду очень рад вам ответить на все вопросы, которые зададите. Значит, для тех, кто не знает, меня зовут Александр, я являюсь основателем, руководителем компании Fastway, международный туроператор Dream Tour. Мы с 2010 года занимаемся организацией туров на музыкальные фестивали по всему миру, являемся эксклюзивными тревел-партнерами фестиваля Tomorrowland, Untold, Ultra, партнерами Aldo, это бренд Армина, который занимается организацией всех шоу Армина, Армин-Онли, Estate of Trends бренд тоже под их эгидой идет. И, соответственно, всех мероприятий, мы представляем их в России и СНГ и организуем на них туры. Вот, собственно, сейчас на фоне пандемии у нас отложено и перенесено 75% всех приобретенных туров на 2020 год. И, соответственно, тем туристам, которые решили все-таки отказаться от поездки, мы потихонечку возвращаем деньги. А те туристы, которые едут на будущий год, они едут по тем же ценам, по которым они забронировали 2020 год. Вот, поэтому на фоне роста валюты и изменения стоимости всех услуг ребята прям супер выигрывают, если честно. Вот, с чем, собственно, их и поздравляем. И искренне благодарим за поддержку, за доверие и за то, что они решили нас поддержать и остались с нами. За это им огромная благодарность. Вот, поэтому на фоне всей этой ситуации мы запустили новый формат путешествий. И премьера этого проекта у нас прошла очень хорошо на Алтае. Узнать, кто гость? Да буквально вот скоро узнаете. Сейчас расскажу немножко про тур и приглашу нашего гостя. Вот, поэтому премьера у нас прошла достаточно хорошо и позитивно на Алтае. Мы из планируемых 200 человек вывезли 170. Для себя сделали вывод, что есть смысл все-таки наши амбициозные планы по 200 человек пока немножко. Уточняю вопрос по гостю. Это семьи пары. Анна, гостем у нас будут ребята, организаторы, которые сейчас возили группу 70 человек на Эльбрус. Вот они только что в эти выходные оттуда вернулись, они открыли горнолыжный сезон, сделали вечеринку на 3500. Поэтому сейчас они поделятся своим опытом, впечатлениями. Это команда из Ростова-на-Дону. Они также делают туда новогоднюю программу с 31 по 3 число. И, соответственно, мы расскажем и про их программу. Для тех, кто захочет встретить новогодние праздники непосредственно там в горах. Ну и, соответственно, они расскажут, как там сейчас обстановка, как дела. Поэтому совершенно мы не переживаем о том, что конкуренция или нет. Как я и говорю всегда, мы всегда открыты к сотрудничеству, поддерживаем интересные коллективы и команды. Поэтому данные ребята – это одна из тех команд, которые мы поддержим. Вот, кстати, к нам подключилась Лина. Привет-привет. Это оператор и режиссер того фильма, который вы смогли лицезреть по Алтаю. Она с нами поедет на Эльбрус. Поэтому видео будет не менее крутым и еще даже более интересным, чем это было с Алтая. Так что даже не сомневайтесь, что ваша поездка будет запечатлена на память прям самым шикарным образом. Соответственно, возвращаясь к формату, мы немножко переоценили инфраструктуру наших дальних регионов, наших республик. И поняли, что организовать выезд для 200 человек очень проблематично, в первую очередь по инфраструктуре. То есть нету достаточного номерного фонда, чтобы разместить хорошо и качественно всех ребят на Байкал в конце февраля. И поэтому сейчас мы пересматриваем вариант, чтобы сократить численность наших туров до 100 человек. Возможно, в каких-то регионах до 50. Но при этом оставить ту концепцию, которая была запущена на Алтае. Это, конечно, может существенно увеличить стоимость нашего тура. Поэтому сейчас мы решаем, как и каким образом мы можем это отредактировать, чтобы не было при таком сильном сокращении количества участников большого роста именно на, в первую очередь, организацию мероприятий, на организацию всех практик. Потому что одно дело, когда все затраты распределяются на 200 человек, другое дело, когда это распределяется на 100 или на 50 человек. Поэтому та концепция, которая была изначально придумана и разработана, что это 200 человек, она как раз позволяла делать уникальные авторские путешествия, которые сейчас делают разные команды. Но так как они их делают на группу 15, максимум 30 человек, то стоимость этих путешествий получается от 100 и выше тысяч. Мы на данный момент все-таки хотели бы сохранить ценник не более 70 тысяч на человека. Где-то его стараемся снизить и до 40, но, к сожалению, с учетом того, что не везде мы можем разместить группы такого размера, то, скорее всего, придется пожертвовать количеством людей и пожертвовать стоимостью в сторону ее увеличения. Но ни в коем случае мы не хотим жертвовать качеством. Так вот, собственно, то, что у нас касается Алтая. Был организован выезд, вы уже все посмотрели, наверное, видео. И сейчас на Эльбрусе мы хотим, самое главное, сохранить формат. Это то, что посещение самых красивых мест при Эльбрусе, Северного Кавказа, с организацией атмосферных silent party, это тематические музыкальные вечеринки, в наушниках, в самых красивых природных жемчужинах этой локации. Ну и также будет организовано музыкальное мероприятие непосредственно на территории отеля, там, где мы не навредим точно природе. Местные жители, они не любят, вот сейчас ребята как раз пока общались, рассказали, что после 11 часов все кафе-заведения закрываются. Местные жители не любят шум и движуху, чтобы она была после 11. Поэтому музыкальные мероприятия, которые outside, они будут до 11 часов. Какие-то inside мероприятия и indoor мероприятия, они на данном этапе запрещены. Поэтому мы не будем шутить законом, не будем способствовать распространению каких-либо инфекционных заболеваний и будем проводить мероприятия только в рамках действующего законодательства. И будем проводить мероприятия непосредственно на свежем воздухе. Иначе зачем ехать в горы для того, чтобы тусить где-то в каком-то баре? Потусить можно и в Москве, и в Самаре, в Саратове, в Владивостоке. Но здесь все-таки есть уникальность всего этого путешествия в том, что это отдых, наслаждаясь прекрасным горным воздухом, с шикарной атмосферой и прекрасными и живописными видами. Поэтому главная концепция, это, конечно же, у нас будет музыка. Частый вопрос, который задают менеджерам, то, что джип-сафари с музыкой, это что, там, в машинах будет играть музыка? Нет, это будет организована стоянка в прекрасном месте с потрясающим видом и с возможностью раствориться в музыке, которая будет только дополнять то пространство, в котором мы окажемся. Конечно же, особенность Лебруса и Северного Кавказа, в отличие от Алтая, это кавказская кухня, которая знаменитая на весь мир. И то гастрономическое удовольствие, которое испытают все участники нашей группы, это ни с чем не сравнится. Поэтому всем рекомендую ехать на Северный Кавказ за гастрономическим туризмом. Не важно, с нами или нет, но то, что есть в Грузии, то, что есть в Армении, то, что есть у нас на Северном Кавказе, да взять и Азербайджан, и Дагестан, и другие республики, и страны нашего Кавказа, это, конечно же, потрясающая гастрономия, просто за которой надо брать и ехать. Потому что та кухня, которая у нас, и те продукты, которые там, это не сравнится. Саша, что с дайвингом? Он в планах или точно будет? Дайвинг он в планах, и для тех, кто захочет, он точно будет. Дайвинг в горных озерах – это не входящая в стоимость тура дополнительная программа, так же, как и снегоходы, и дайвинг – это все полностью сертифицировано, безопасно, надежно проверено, поэтому, да, конечно, это все будет. Так что здесь не переживайте, не сомневайтесь. Все, что заявлено у нас по программе, оно все будет. Мы в тесном контакте на данный момент с аппаратом президента республики. Мы на данный момент находимся в тесном контакте с правительством региона. И ничего, что незаконное, мы не делаем. Буквально сегодня состоялся очередной разговор с управлением склона Эльбрус, да, горнолыжного курорта Эльбрус, и они сообщили, что в среду они дадут точный ответ о возможности проведения мероприятия на высоте 3850, потому что там есть сложности. Во-первых, это сход лавины, а во-вторых, на высоте почти 4000 метров там уже есть определенное затруднение с дыханием и с комфортом нахождения непосредственно там в плане как танцев. Вот, также есть определенные сложности с подъемом туда техники, пропускной способности подъемников, потому что если на высоту 3500 идут кабинки 25 человек, то на высоту 3850 уже подымаются кабинки, которые только вмещают в себя 4-5 человек. Но все эти вопросы мы проясним непосредственно в среду. На высоте 3500, вот сегодня опять же мы общались с ребятами, и в том кафе, в котором они уже проводили эту вечеринку, там терраса с красивым видом, мы разместим контент, можно у них будет в инсте посмотреть фото и видео оттуда. Соответственно, на этой высоте уже хозяин кафе дал добро на проведение там мероприятий, поэтому, отвечая на вопрос, точно ли будет вечеринка на Эльбрусе, непосредственно на склоне, да, вечеринка точно будет. Вот, что касается формата музыки, музыка будет разная, но точно скажу, что там не будет долбежки в стиле драма-бэйс, там точно не будет какой-то колбасы, то есть это будет так же, примерно как на Алтае, это будет хаус, дип-хаус, фанк, какой-нибудь, скажем так, этнические мотивы, это будет техно, мелодичная техно, и это будет электронная музыка разных форматов, но самое главное, это будет мелодично, это будет атмосферно, и это будет не крышесносная долбежка, да, это то, что касается мероприятий, которые в горах. Вот как раз подключился Денис, а нет, это другой Денис, я думал, сейчас подключится Денис, который скажет, блин, мне нужна колбаса, мне нужны ногти, ой, эти когти, вот, yellow glow, но такая музыка, возможно, будет на мероприятии, которые будут на территории отеля, в отличие от Алтая, мы решили все-таки, да не то, что решили, нам хочется сделать, чтобы было больше музыки, вот, чтобы вот этот вот карантинный непонятный год, он остался в истории, и начать год прям с обильного такого музыкального путешествия, чтобы музыки было много, но при этом, чтобы эта музыка, она была приятная, и не доставляла неудобства и дискомфорта всем окружающим, отдыхающим и так далее. Вот, значит, проживать мы будем на двух плата, это плата Чигет и это плата Азау. Азау находится уже непосредственно прям 600 метров от подъемника на Эльбрус. Сегодня ребята, опять же, рассказали, что там уже в самом начале поселка перекрыли дорогу, и, соответственно, людям придется осуществлять пеший проход, если там гостиница находится ближе к подъемнику, то людям нужно будет добираться до туда пешком, со своими канителями, со всем багажом, снарягой и так далее, тому подобное. Поэтому сейчас мы смотрим по свободным местам в нашем отеле, и, возможно, тех туристов, которые у нас разместились на плата Азау, мы им предложим размещение все-таки поближе к нам, и если они захотят, то мы их переселим. Вот, самая главная, наверное, особенность и сложность, это то, что мы на данном этапе запустили в первую очередь пакеты, которые нам удалось согласовать по программе Кэшбэк 20% от платежной системы МИР, но это должны быть только аккредитованные отели, которые имеют сертификацию, лицензированные, и таких отелей их очень много, мало в Прелебрусе, то есть большинство это очень маленькие, камерные, такие домашние отели, которые работают как ИП, сами по себе, деньги на карту, особенно на Новый год деньги на карту, и, соответственно, когда вы туда приедете, будет у вас жилье, не будет жилья? Ну, наверное, будет, потому что люди кавказские, они все-таки добропорядочные и хорошие, вот, но как и что это будет выглядеть, неясно. Вот, кстати, Евгений, собственно, к нам пишет, Евгений, ты, как у тебя интернет будет более или менее свободный и нормальный, ты напиши, я тебя подключу в эфир, вот, на данный момент, пока, ой, Евгений, Михаил, вот, Дмитрий отправил запрос, так, Миша, это ты от Дим пытаешься подключиться, или кто-то другой? Видишь, что кто-то хочет получить доступ в эфир, непонятно кто, поэтому пока не добавляю. Вот, Миша как раз пишет комментарий сейчас в чат по поводу того, как там и что, поэтому ждем, когда у него будет стабильный интернет и попробуем его подключить. Вот, соответственно, постараемся всех в таком случае разместить на плате непосредственно Чигет, там, где у нас располагается отель Снежный Барс, там, где располагается отель, по-моему, Зимняя Сказка, сейчас точно посмотрю название, у меня с названиями всегда была беда, Заповедная Сказка, вот, думаю, что что-то не это самое, не то говорю, вот, но будем смотреть, да, да, Миша, так, Миша, там есть кнопка присоединиться к эфиру, как будешь готов, ты нажимай, и, соответственно, я тебя в эфир выведу. Вот, поэтому сложно здесь, во-первых, в этом, во-вторых, это то, что мы все-таки, пока это все согласовывали, программу и все остальное, ну, и со всей этой пандемийной историей есть ограничения на то, что в этих сертифицированных отелях есть лимиты по загрузке, да, то есть отели, они имеют право загружаться не более чем на 50%, вот, и поэтому определенная, конечно же, есть сложности с местами, вот, и третья сложность, это то, что крупные туроператоры сейчас на три месяца, январь, февраль и март, поставили полетную программу, эта полетная программа, она по времени совпала уже с нашим туром, и, соответственно, все, кто у нас на данном этапе могут количество блоков мест выкуплено туроператорами, и поэтому здесь тоже есть определенная в этом сложность, вот, но если мы не говорим про акцию кэшбэк 20%, сейчас будет 1 декабря, и после 1 декабря, соответственно, мы сможем, уже после 5 декабря, мы сможем без этой акции предлагать какие-то более бюджетные варианты, вот, к нам подключился Михаил, Миш, привет! Добрый вечер, да, слышно меня хорошо? Да, тебя слышно, даже не лагает, поэтому пока есть связь, давай мы с тобой по-быстренькому, расскажи, пожалуйста, вы сейчас только что ездили на Эльбрус, как там вообще вот ситуация, всех беспокоит, эпидемиологическая ситуация, как там коронавирус, маски-немаски, масочный режим? Масочного режима на трассах именно нет, в магазинах, в кафе тоже, ну, не так, как в Москве, в Ростове, то есть можно свободно передвигаться, без масок, никаких проблем с этим нет, не заставляют. так, как? Пропадает чуть-чуть связь. В общем, мы выезжали на два дня. Да, Миша, растормозилась, говори. Да, да, я говорю, выезжали на два дня, трассы уже подготовлены, снега достаточно много, то есть также работают подъемники и до станции Мир, также можно подняться на 4 километра, как о рабаши. Все условия для катки, все условия идеальны, то есть с ратраками все уже расчищено, снег, трассы подготовлены, кататься можно, в кафе все работают, то есть с обедами, ужинами, там, завтраками, завтраки могут в отелях быть, если обеды, ужины, можно прямо и на горе, в том числе питаться, там вкусная кухня, место. А сориентируйся по ценам, какие ценники на обед? Ну, в районе 500 рублей можно первое и второе, то есть там есть хачины, хачины это лепешки, местные там лепешки с начинкой, там сыр, мясо, да, как перекис, там они в районе 150 рублей, 100, то есть чай, тоже в районе, там от 50 до 100 рублей, глинтвейн, если что-то, ну, первое блюдо, 300 рублей стоит, но это прямо, любой, то есть я даже там наедаюсь, вполне хватает. Ну, отлично. Кухня у них своеобразная, там у них все натуральные продукты, то есть мясо, оно там все домашнее, очень, очень вкусно. А скажи, на горном, на свежем горном воздухе, там очень классно это все. Вы свое возили снарягу, или кто-то в прокатом пользовался? Так, смотрите, можно, мы их свою брали, и прокат, и прокатов там, на зал порядка, наверное, 10. То есть, скорее всего, там проблем не будет с этим. Очень много, прокатов очень много. Ну вот, но ценники мне сегодня тоже прислали, там за комплект, горнолыжный, либо сноубордический, вполне 800 рублей можно уложиться в день. Ну вот, мы брали сноуборд по 600 рублей, лыжи также по 600, ну плюс, очки, если брать очки, там, 300, ну, обычно очки-то у всех свои есть. Так, в принципе, да, ну, в 1000 рублей можно вообще смело уложиться. отлично. Ну и, соответственно, каких-то мер, там, то, что ходят, проверяют, там, маски, не маски, или то, что говорят, что Новый год закрываться будут? Ну, там закроют, имеется в виду, то, что закроют въезд на поляну, а зал. Ну, то есть, въезд закроют, это в самом начале, но там протяженность самой поляны, где-то, ну, от полкилометра до километра, на подъем. Это в гору, да, подыматься? 5-7 минут, подъем, ну, там не такая, не очень крутая гора. 5-7 минут, в принципе, подняться, не проблема. там есть такси, я не знаю, если они будут там, на территории находиться, ну, за 100 рублей, я думаю, они там довезут, если не будет желания подниматься, договориться с ними, они подвезут. Понятно. Но я сейчас спросил немножко... Они прямо на поляне. Я сейчас спросил, именно вот, что местные говорят о том, что планируется ли там, закрытие, на какую-то пандемию, там, и прочее, курорты? Местные хозяева гостиниц, у них все, ну, забронировано до марта, мне там не сказали, по гостиницам. Гут, все гостиницы уже давным-давно забронированы. то есть там нету и в Терсколе уже и везде. Ну, соответственно... Закрываться никто не собирается там. Вот ответ всем тем, кто переживал, что там закроется пандемия или еще что-то. Ну, и, соответственно, тебе, как жителю, скажем так, южного региона, Ростова, вот, если сравнивать, как тебе трассы, как тебе инфраструктура, как тебе цены, самое главное. Сколько скипас сейчас стоил? С чем? Ну, если с Сочи сравнивать, Сочи, Красная Поляна. Смотрите, в любом случае дешевле скипас. Смотрите, там есть на целый день новая канатка, получается, это четырехместные кабинки. Он стоит 1600 рублей вот на данный момент. Я думаю, цена такая же останется примерно. Это вот именно для тех, кто катается. Есть также за 600 рублей старая канатка, там 25 человек помещаются. в кабинке большой. 600 рублей стоит, она поднимается до станции Мир на 3500 метрах. То есть, можно оттуда подняться, если погулять, пофотографироваться, либо на мероприятии, музыкально. И оттуда 200 рублей еще наверх, на Горобаши, на самый верх, это около 4 километров. То есть, вот такая цена. Для катания, да, надо покупать скипас обязательно за 1600, конечно. Ясно. А как трассы широкие? Вот то количество людей, которое сейчас было на склоне. Еще раз. Для того количества людей, которые сейчас были на склоне, как трасс хватает? Не тесно? Трасс. Ну, и для новичков, и для среднего катания. Трассы там все отлично, они разратрачены, то есть, есть ограждения, чтобы люди там, ну, как бы для безопасности. Все отлично. Погода, мы ездили, погода была солнечная. причины никаких там, нет, ни сугробов, ни ям. Ближе к Новому году, я думаю, там вообще все будет идеально. Я тебя понял. Ну, расскажи про мероприятие, которое вы там организовали на высоте 3500. Мы делали, дневные, у нас, получается, два дневных было мероприятия с утра до закрытия трасса. Это кафе на станции Мир. Саша. То есть, вы там рассвет встретили и закат проводили? Мы приехали, вот, как только приехали, получается, мы где-то поднялись в районе 10 утра в первый день туда, и были до закрытия трасса. Закрытие трасса там в 4 часа начинается, где-то. Ну, и все уже, ну, где-то в полпятого уже солнце начало сходиться. Там, конечно, очень красивый закат на высоте. Могу потом фотографии скинуть ребятам, выложите, покажете видео, есть фото, там очень красиво, конечно, атмосферно. Да, мы будем очень благодарны, если поделитесь контентом. максимум до 5. А открытие во сколько? То есть, да, открываются они в 9 утра, подъемники начинают работать с 9. Очереди большие? Да, может быть, но может быть раньше даже они начнут работать с 8. В этот раз вот на этих подъемники с 9 работают. Очереди на подъемники большие? так смотрите, вот именно на новая канатка, которая по 4 человека возит, их очень много, они одна за одной, буквально интервал меньше минуты, 20 секунд. то есть, там не очень большая очередь, которая старая канатка, которая подешевле, и под многих человек, там, конечно, да, очереди будут. Ну вот сейчас примерно сколько сейчас людей? Не знаю, ожидается много людей, но я вот по опыту, сколько мы туда ездили, даже когда очень большое количество людей, ну, на новой канатке может быть минут 20, максимум 15, приходится в очереди. На старой бывает, там, и до минут 40. А сколько по продолжительности сверху и до низу спуск занимает? С самого верху. Да. В общем, сначала, так, вот если считать, например, новая канатка, вот она до первой станции, кругозор, она поднимается где-то минут 10. Потом с кругозора до мира, до 3 500, она поднимается минут 5, наверное. До Горобаши где-то минут 10 тоже. Ну, вообще, не более получаса. В общей сложности минут 25, наверное. А спуск вниз? Вот одинаково. Одинаково. Там получается переход, есть два перехода на кругозоре, ты поднимаешься на кругозор, переходишь по одной площадке, в пределах 20 метров. Переходишь, садишься, поднимаешься еще до мира, до 3 500, потом переходишь еще на другую, подъемник, и поднимаешься еще до 4, до Горобаши. Если люди там есть, которые вообще желающие в облаках посидеть, там есть услуга такая на ратраках, которые снегоходы очищают снег, там что-то в районе 5000, кажется, стоило, они поднимают на 5000, то есть это на 5 километров, а ты уже вообще находишься просто в небесах. Сколько по времени занимает с 4000 спуститься вниз на борде? Ну, это зависит уже от мастерства, как говорится. Там же получается дело в том, что когда ты спускаешься, ты же не сразу всю трассу проходишь, ты все равно останавливаешься на той же, ну, то есть с 4 до 3 500 ты сначала спускаешься, а потом чуть-чуть там по площадочке, вот это как раз это мероприятие было, по площадочке ты на борде или на лыжах проходишь через эту площадку и пошел дальше вниз, потом до кругозора и потом опять но мы когда были там получается от кругозора до самой поляны не было спуска, он был еще закрыт, там еще было маловато снега, на горах уже было много, то есть на новый год в любом случае оно будет уже засыпано, там и пушки работают, то есть они засыпают, насыпали уже вовсю, ну, детская площадка, то есть лягушатик для начинающих, для детей, внизу он работает, там где можно покататься на санках, на утюбах, ну, либо для тех, кто хочет просто подучиться, постоять, там, друктором, ничего, отлично, например, не хочет разиться, на скипаться. Миша, расскажи, пожалуйста, про ваше мероприятие, как оно прошло, как у тебя впечатление? Мне, мне очень, я вообще, в принципе, ну, просто мы до этого делали в горах мероприятие, но это было не на высоте, то есть это было обычно при горе, не разрешали, в этом году нам разрешили, конечно, у всех впечатления были очень вообще позитивные, то есть на высоте, вокруг горы, музыка, красивая, конечно, ну, вот видео, если потом разместить, чтобы люди увидели, как это вообще выглядит. Ты как человек, который там был, поделись вот своими ощущениями, в чем разница, когда это где-то в предгоре или там на высоте полторы тысячи метров, и когда это все-таки три пятьсот? Ну, там вообще, начиная даже с воздуха, ну, то есть ты горный воздух как вздыхаешь, там совершенно ощущения другие, нежели если ты находишься где-то там на мероприятии, заведений, либо просто там на улице где-то. Горный воздух, он, конечно, там непередаваемый кистоты на этой высоте. Ну, вообще, и все люди вокруг как бы такие позитивные, все же, все приехали отдыхать, все приехали с хорошим настроением, вообще забываешь о всех проблемах, я забыл на этих, ну, и вообще вся моя компания, они сказали, что забыли весь этот год сложный, в принципе, все свои дела, которые там, сложности, просто слушали музыку, смотрели на горы, фотографировались, там, конечно, очень, очень круто. И это всего лишь за два дня? Словами не передать. Да, да, очень мало времени, ну, просто, это был как бы разведка, как говорится. Но все равно, видишь, если за два дня уже такая... Два дня очень мало. Если у людей за два дня уже такая рекреация и перезагрузка, то что же будет за новогодние праздники? Да, конечно, конечно. Там и людей больше будет, и вообще. Очень, очень советую. Очень советую. Я думаю, вряд ли кто-то пожалеет. Просто со мной даже ездили люди, которые впервые в горах были. были те, которые вообще катают там постоянно. Вот поделись, кстати, опытом о том, насколько тяжело или нет на высоте для людей, которые в первый раз. То есть, нужна ли какая-то подготовка? Да, я об этом хотел говорить, что на 4 километра возможно там будет закладывать уши и давление может подняться. Но опять же, не у всех. Не у всех. Надо попробовать. Просто, ну, там будет понятно сразу, я думаю, когда до первой станции поднимутся, это уже будет около 3 тысяч метров, там 3-100. Уже будет понятно, в принципе. Если там нормально, потом до 3 500, если там все нормально, тогда можно смело подниматься. Ну, если что, там наш отрывный спирт там всегда есть на подъемниках, кабинках. То есть, есть там медики, если что, помощь окажут. То есть, с безопасностью там все в порядке? Да, да, да. Ну, как по практике, то есть, если начинает, ну, дурно себя чувствуешь, просто люди спускаются вниз, там сразу же отпускают. То есть, там, побыл немного внизу, и все, поднимаешься обратно. Ну, отлично. Коротко расскажи про ваш тур, про вашу программу, которая у вас с 31 по 3 число. У нас, потому что есть ребята, которые хотят приехать пораньше и затусить в горах? Да, мы едем, да, едем, мы отмечаем Новый год при Эльбрусе, это рядом с поляной Азалу Тернспол. То есть, трансфер будет организован на поляну. То есть, если кататься, мы будем привозить, увозить, туда входит проживание, называется отель Эльбрус. То есть, там проживание, завтраки, ужины, двухразовое питание, сама программа вот новогодняя будет, музыка будет, также диджей, по стоимости, ну, можно, ребята у тебя, наверное, могут уточнить, либо в личку, могут отправить на всю программу. Поэтому интересно. Поэтому все, кто интересовался возможностью поехать с нами с 31-го, там, по 2-е, по 3-е число, там, встретить Новый год и только вот короткую часть, то, пожалуйста, к программе Михаила присоединяйтесь. Ребята возят уже не первый год, думаю, будет вполне себе интересно. Ну вот, ну а мы уже с вами встретимся 2-го числа и примем эстафету. Всех тех, кто захочет остаться подольше, мы уже заберем под свое крыло. Спасибо. А по поводу спусков, я скриншоты спусков этих пришлю, фотографии, доката, все это, все это пришли в личку. Да, отлично. Спасибо большое. Очень приятно было пообщаться, познакомиться, все, увидимся. Давай, пока-пока. Вот, ну, собственно, ребят, те, кто интересовался первого по третье число, чтобы приехать и коротенечко отдохнуть, покатать и немножко потусить в горах, собственно, вот ребята, которые делают программу, ребята делают не первый год, так что со своей стороны вы спрашивали, чтобы мы вам что-то предложили, мы вам, собственно, предложили. Ну и те, кто захочет с нами побыть подольше, то welcome уже в наш тур со второго числа по десятое, либо и короткая программа с пятого по десятое число. Мы ее немножко изменили, на данном этапе основные выезды, основные мероприятия у нас будут с пятого по десятое, второго числа по программе мы все собираемся, приезжаем и, соответственно, затусим вместе с ребятами. Вот, после этого мы третье число едем на выездную экскурсию, а ссылку на Мишу кого взять? Ссылку на Мишу можно будет взять в этом самом видео под этим постом. Вот к нам подключился уже Мурат. Добрый вечер. Собственно, этот крутой перец опять будет отвечать за музыкальную атмосферу, за подбор артистов, за тест-драйв музыки. Вот, поэтому любите жаловаться. Вот, соответственно, третье число у нас первый день. Мы приехали, все разместились. Третьего числа у нас будет свободный день. Для тех, кто захочет, это горнолыжка, для тех, кто захочет, это и горные озера, и, соответственно, экстрим парк, и все, что угодно. Четвертого числа у нас будет первый джип сафари. Мы едем в ущелье Адерсу, и там у нас будет организовано первое музыкальное мероприятие в горах в формате Silent Party. Вот уже там все пишут, Мурат лучший, что, да, звезда пришел, куда деваться. Вот, соответственно, четвертый день, пока все остальные у нас будут спокойно также кататься, отдыхать и развлекаться в долине, мы в этот день будем встречать участников, тех, кто приезжает на короткую программу с пятого по десятое число. И дальше у нас через день пойдут джип сафари в пятый день тура и потом в седьмой день. И последний день, девятое число, у нас обозначен он как свободный день и музыкальная вечеринка на Эльбрусе. Но вот в этот день мы, соответственно, попробуем на целый день зарядить музыку. Ну и, собственно, сейчас, в зависимости от того, как закончатся наши переговоры с ребятами с базы Эльбрус, возможно, у нас все дни будут мероприятия на Эльбрусе либо через день. Но мы, конечно, очень постараемся, чтобы это была и встреча заката, и встреча рассвета, ну и, соответственно, вечеринки в облаках. Поэтому, да, за музыкальную атмосферу у нас отвечает Мурат. Мурат, он сам из Адыгеи, соответственно, это практически братский народ с нашими друзьями кабардино-балкарцами и, соответственно, с Северным Кавказом. Поэтому Мурат сейчас нам немножко расскажет о менталитете и о том, какую он нам готовит музыку, какую он нам готовит музыкальную атмосферу, чтобы все мы прочувствовали вообще Северный Кавказ и какой это будет стиль электронной музыки. Мурат, тебе слово. Добрый вечер всем. Хочу всех поприветствовать еще раз. В общем, хотел сказать, что за музыку можете не переживать. Кто был на Алтай, соответственно, они уже прочувствовали, так скажем, нашу магическую атмосферу отдыха. Там самое главное будет соединение с музыкой, потому что места, в которых вы будете отдыхать, это просто космос. Как бы по-другому не описать. Благодаря Саше вы сможете и покататься, и потусить, и понаслаждаться видами. Просто, если взять пример по Алтаю, когда мы ездили, мы ездили на какие-то классные площадки, в которых ты вот в наушниках, в чем интерес наушников? В том, что ты получаешь удовольствие прямо в голову, можно так сказать. Ты не стоишь в толпе, ты можешь отойти на 100-200 метров, и ты наслаждаешься музыкой даже вдали от того, где все происходит. То есть, ты можешь уединиться там наедине со своими мыслями и слушать великолепную музыку, на самом деле. Музыка будет разной, но, как Саша и сказал, жесткой музыки не будет, потому что такая музыка, как мы думаем, подходит под атмосферу данного отдыха, ну, по крайней мере, на площадках интересных. Очень много будет интересно, опять же, музыки, много каких-то фишек, о которых вам не говорят, но это будет сюрпризом, поэтому, я думаю, все, кто поедет, они не пожалеют, и видео будет круче, чем у Circle Music, если кто-то знает, поэтому все будет круто. Мурат, спасибо. Мы на данном этапе пока не будем озвучивать по тому, какие будут приглашены у нас музыканты на данное мероприятие. Единственное, что здесь я могу сказать, музыки будет больше, то есть, по сравнению с Алтаем, музыки будет точно больше. Не знаю, что я сейчас скинул за ссылку, меня прям попросили, говорят, надо эту ссылку сейчас срочно скинуть, вот, поэтому, какая-то ссылка, нажмите на нее, пройдите, наверное, какой-то подарок будет, или приз. Ты как ее даже закрепил, а хрен знает, мне что-то говорят, я делаю. Ну, и же вообще этот, манипулируют. Вот, поэтому, так, все, больше от меня ничего не требуется, сказали, можете дальше общаться с Муратом. Соответственно, Мурат, так вот, расскажи нам, в чем вообще особенность менталитета Северного Кавказа, что за люди, зачем туда надо ехать? Во-первых, менталитет на Северном Кавказе очень добродушен, на самом деле, просто, ну, очень гостеприимный народ, так скажем, что Катарбинцы, что Балкарцы, очень много красивых мест, помимо того, что там, как-то в горах находятся, помимо этого, и насчет кухни, ты сказал, на самом деле, ну, оттуда худой точно никто не уедет, это 100%, все наоборот едут такими животами интересными, поэтому, кто хочет соблюдать диету, ребята, вам не получится там соблюдать, это точно. Ну, я не знаю, как менталитет описать, просто туда надо приехать и прочувствовать, потому что, вот, людям, которые редко бывают в каких-то горах, вот, просто мы живем в горах, а такие тоже, как и горная республика, воздух, даже, нахождение на воздухе, когда ты в городе находишься, когда ты находишься, даже в каком-то горном поселке, ну, абсолютно разные ощущения, насколько чисто все и красиво, что, вот, как парень до меня сказал, что это очень атмосферно, когда кухню ты ешь, пробуешь, и в таких местах находишься, это очень круто, люди добродушные, очень, такие, приветливые, помогут, на самом деле, в любом вопросе, то есть, тебе могут спокойно прийти, если у тебя какая-то проблема, помочь с ней, и безвозмездно, на самом деле, это все происходит, поэтому не переживайте, все будет круто, если что, я разговариваю на этом языке, поэтому не беспокойтесь, буду переводчиком. Да, мы туда едем с местным. Да, все, великолепно будет двое, короче. С Алтаем сходство задают, с Алтаем сходство есть, потому что, вот, мои горы, так скажем, Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Алтайские, они примерно одинаковые, просто на Эльбрусе, там более все заснеженное, то есть, если здесь более такое, как бы, больше деревьев, травы и так далее, ну, как бы, у нас по погоде, то там больше заснеженное всегда, и поэтому, ну, как бы, для катания, это прям топ. Вот, на Кавказе, в России, есть пара точек, и Эльбрус считается топовой точкой для того, чтобы кататься, ну, в смысле, Кабардино-Балкария, для любых видов, как бы, зимних катаний. Ясно, спасибо, Мурат. И скажи, пожалуйста, по музыке, в чем будет отличие от Алтая? Ну, как Саша сказал, музыки будет больше, музыка будет более разнообразной. Если вы помните, там, кто на Алтае был, на бассейне у нас была, ну, абсолютно, как бы, так скажем, музыка для, не для красоты, а для вечеринки. На самом деле, мы там устраивали очень классные вечеринки, если кто-то помнит. Поэтому, мы будем комбинировать, то есть, и позитивную музыку, и очень красивую, и музыку, которая тебя, как бы, вгоняет в космос, в транс такой. Поэтому мы будем комбинировать разные стилистики, начиная, там, от мелодичной, спокойной музыки, там, ну, 80 ударов, там, заканчивая хорошим, плотным, как ты сказал, мелодичным техно. То есть, мы будем, ну, я буду стараться, и наши диджеи, которые там будут, будут стараться довести ваше ощущение, ну, до мурашек 100%. Будем стараться. Или как на Алтае, до слез. Ну, до слез, да, я не плакал. Вот пишут, что на басике была самая классная музыка. Да, ну, на басике была просто такая очень, так скажем, разнообразная, начиная с 2005 года я там треки играл, и ребята тоже. То есть, у нас было такое, как скажем, диджеи все были разные, то есть, у каждого было свое звучание, своя стилистика, но при этом мы друг друга дополняли, что создавало классную атмосферу. Поэтому это тоже получится в этот раз 100%. Можете не искупываться. Но бузовы оставить никому не буду, даже пусть не просит. Хорошо. Вот, ну, соответственно, в программе у нас еще обязательно те, кто приедут с детьми, для детей будет организована анимация. Для тех, кто едет совсем с маленькими детьми до 3-4 лет, для них мы договорились с нянями. Стоимость няни, был вопрос, отвечаю, это до 250 рублей час. Ну и плюс, если няни будут не местные, то еще оплата такси. Вот. Ну, в зависимости от того, на какое количество часов вам нужно, то сделаем. Да, полим, представь, даже Бузова была. Вот. Соответственно, по инструкторам. У нас инструктора, сейчас на данном этапе, пока никто не вызвался ехать в поездку, как инструктора, но, возможно, мы сейчас с Михаилом обсудим возможность сотрудничества с их инструкторами. Но если нет, то инструктора, которые на склоне, стоимость от полутора тысячи за час занятия. По себе могу сказать, что один час с инструктором, этого более чем достаточно на один день. То есть вам за час показывают упражнение, вы его при инструкторе выполняете, он вам показывает ваши ошибки, и затем дальше вы по этому упражнению накатываете весь день. На следующий день можно взять еще час и, соответственно, закрепить практику, но так как будет очень много опытных тех, кто катает и на лыжах, и на борде, поэтому какие-то упражнения вам смогут показать ребята, и дальше вы просто уже будете это нарабатывать, и здесь инструктору не нужен. Но инструктор нужен для того, чтобы встать быстро. То есть, чтобы за вот эти вот семь-девять дней научиться нормально, полноценно кататься, это каждый день или через день брать инструктора более чем за глаза. Могу вам сказать, как человек, который практически за шесть выездов в Подмосковье научился за сезон кататься на борде. Вот. Одно занятие было с инструктором, остальные занятия это были так с этими. Ну, друзья показывали какие-то эти упражнения. Ну, покажешь бэкфлипы, как ты делаешь тогда. Я даже вообще не знаю, что-то значит. Я это слышал, но я даже не вникал. Мне это не интересно. С горы не на жопе, а на доске я спуститься могу. Это, соответственно, только безопасное как бы катание должно быть, чтобы ребята понимали, что, ну, там, кто, конечно, профессионально катается, там, ну, я не знаю, что такое бэкфлипы и так далее, просто чтобы, ну, на всякий случай, ребята, не рискуйте. Просто, ну, лично мой совет. И все. Марат, тебя спрашивают, ты катаешься? Да, катаюсь по чуть-чуть. Ну, как бы, и катаюсь хуже, чем играю, на самом деле. И играю плохо, и катаюсь плохо. Вот. Значит, по формату для детей будет организована анимация с утра до вечера, пока родители будут либо на склоне, либо они будут где-то на экскурсиях. Также в течение дня, как и на Алтая, будет организована. Час с инструктором заменяет 5-6 самостоятельных выездов. Ну, вот, собственно, да, здесь я с Михаилом соглашусь. Поэтому также будут у нас организованы практики и искусство русской бани мы продолжим прокачивать и развивать. У нас будет посещение терм. для всех желающих будут йога, будут энергетические практики, будут духовные практики. В этот раз мы добавим еще ряд духовных бесед и скреп в нашу поездку для всех желающих. Вот. Ну и, конечно, будет больше того, чего не хватило на Алтай, это каких-то совместных таких задушевных посиделок, общения. Вот. Наверное, то, чего сейчас людям прям в начале года будет очень хотеться. Такая ретроспектива прошлого года, планы на будущее, выстраивание, знакомство с разными методиками, техникой, как эти планы их достичь, выстраивать, поэтому немножко добавим такой стратегической бизнесной истории в нашу поездку. В общем, будет интересно для совершенно разного формата людей соприкоснуться с разными веяниями, практиками и течениями. Хотел сказать, что на самом деле вы разговариваете с лучшим банщиком в России, это Саша. Все, кто поехал на Алтай, они все прошли огонь, воду, разные трубы на самом деле, потому что после того, как тебя парит Саша, ты как будто заново родился. Это раз. Насчет практик, это реально космос, ребята. Люди соединяются с природой. У нас такие были ощущения, что мы несколько минут точно молчали, потому что все друг друга смотрят, переглядываются. там даже на взгляде понятно, что люди просто перезагружаются. Это очень круто, ребята. Спасибо. Ну что, тогда у нас остается минута, вопросов было много, эфир, по-моему, был интересный, рад был видеть Мурата, рад был познакомиться с Муратом. До скорой встречи, буквально увидимся, Саша, до свидания, все будет круто. Буквально месяц. Все, давай, пока-пока. До старого. Пока. Пока.